Уголовное наказание не всегда связано с заключением под стражу. Существуют обязательные исправительные работы от срочка отбывания наказания, условный срок или ограничение свободы. Именно такими осужденными на воле и занимаются сотрудники уголовной исполнительной инспекции УФСИН России. Трудотерапия назначена этим десятерым мужчинам. Обязательные работы, то есть бесплатные, в пользу муниципалитета в часах от 200 до 400. Их определяет суд. Как показывает практика, большинство из осужденных – мелкие хулиганы. В последнее время чаще встречаются те, кто попал за пьяную езду. По учетам филиала в 2017 году прошло 108 осужденных к обязательным работам. Аналогичный период прошлого года – 77 осужденных. Наказание в виде обязательных работ назначается осужденным за преступление небольшой и средней тяжести. В основном это значит 90% преступлений – это управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицом, будучи предварительно подвергнутым административному наказанию. Работать осужденные должны в свободное от основной занятости время. Не более четырех часов в день. Дел хватает. Здесь, в Кинишме, на Волжской набережной, они убирают мусор, красят лавочки, подметают листья. За всеми следит мастер. Он отмечает качество работы и посещение в специальный журнал. Прогулы или недобросовестное исполнение обязанностей влечет замену наказание на реальное – в колонии. Люди все разные. То есть кто-то не привык, скажем так, работа у нас грязная. Люди не привыкли, скажем, подбирать землю, подбирать фантики, подбирать все, что остается, скажем так, на городской земле. Кого-то это коробит, кого-то ломает. Ну, наказание есть наказание. То есть они свою работу выполняют. То есть приходится разговаривать, решать эти вопросы. И люди понимают это. И в итоге, скажем так, они понимают потом, что гадить нельзя. В этом доме живет многодетный отец Иван Лабурец. К нему сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сегодня пришли с плохой новостью. За то, что он не отметился вовремя, ему вносят предупреждение. Мужчин отбывают условное наказание и с правилами прекрасно знаком. Это за воровство уже десятое на его счету. Инспекторы обязали мужчину пройти лечение у нарколога. Отец шестерых детей и трижды дедушка исправляться хочет. Но зависимостью злоупотребления алкоголем не считает. Мысли говорит другому посвященный. Переживает за сына. Одного ребенка у меня посадили. Я вам честно скажу, Саша, он отбывает с другом. Надеюсь, до Нового года выйдет. Тоже по такой же статье, 158, часть 2. Год и один месяц. Вот хочу, чтобы он поскорее домой вернулся. Другой многодетной родительнице за невыплату алиментов суд назначил исправительные работы. Раиса должна трудоустроиться и долг перед ребенком гасить. Проблема в том, что женщина не умеет ни читать, ни писать. Она ни дня не трудилась. В таком сотрудники работодатели не нуждаются. Приду, скажут, там заняты, но, может, и правда, там и не заняты. Отказывают, что я вот такой нации, что я цыганочка. И мне отказывают, что работы пока нет. Работы нет. Вот такой вот. Ходила по кинешме везде. Всякие организации ходила. В Сокольники ходила. На ДХЗ. Везде. На Золка. Везде ездила. Ну, я хожу, добиваюсь. Не унываю, стараюсь все равно устроиться на работу. Суд в ближайшее время решит судьбу Раиса. За неисполнение первого решения, пусть и не по своей воле, женщину ждет реальный срок. Два месяца с отбыванием наказания в колонии поселения. А этот мужчина осужден к ограничению свободы. Днем он может делать, что хочет, а вечером и ночью обязан находиться в квартире. Чтобы проследить за этим, на него надевают устройство слежения сэмпл. В народе – браслет. Первое время как-то ощущается браслет. Ну, все равно то, что, ну, что-то на тебе то, чего когда-то раньше не было. А потом, по прошествии времени, как-то привыкаешь к нему. И он совершенно незаметный. В принципе, он легкий как бы. Мыться в нем можно. Я вот у инспектора спрашивал, у контролирующего он мне объяснил, как бы, что мыться можно в нем без проблем как бы. За перемещениями каждого осужденного к ограничению свободы через монитор следят инспекторы. Обмануть браслет не удастся, ровно как и снять его без помощи офицеров УФСИН. Наказание за нарушение – тоже реальное решение свободы. Всего в Кенишемской уголовно-исполнительной инспекции 522 подшефных. Почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Амнистия немного проредила статистику преступников, но меры хватило ненадолго. Ситуация возвращается к прежним показателям. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кенишма.